Реализация топлива стала дополнительным социальным обязательством Реализация топлива стала дополнительным социальным обязательством Глава Лукоилова гид Олег Перв призвал снизить налоги для отрасли 15. Коммерсант от 27 февраля 2019 года 16.18. Реализация нефтепродуктов в условиях заморозки цен по договоренности с правительством приносит нефтекомпаниям убытки, констатировал глава Лукоилова гид Олег Перов Он назвал продажу топлива в таких условиях социальным обязательством При этом нефтепереработка, по мнению топ-менеджера, также имеет низкую рентабельность из-за высокой налоговой нагрузки Большую часть доходов нефтекомпаний получают от добычи нефти Но, если не дать им дополнительные налоговые стимулы, из-за падения производства в Западной Сибири Бюджет может потерять 1,5 ТРЛН рубль, уверен глава Лукоилова Продажа нефтепродуктов в условиях заморозки розничных цен на топливо Стало для крупных нефтекомпаний дополнительным социальным обязательством Признал сегодня глава Лукоилова гид Олег Перов, выступая в Совете Федерации Такое решение правительство приняло в конце мая 2018 года в условиях резкого роста цен на топливо Кроме того, господин Олег Перов посетовал на высокие налоги для НПЗ В стоимости литра топлива сегодня более 60%, это различные налоги, еще более 30%, затраты на нефтепереработку, транспортировку, подрядчиков, оплату труда Лукоил в мае 2017 года даже заявляла намерение продать порядка трети своих АЗС-760, так как, по словам главы нефтекомпании, они приносят незначительную прибыль, отвлекая много ресурсов Мы не пошли на это, поскольку считаем Лукоил социально ответственной компанией, пояснил он Как росла добыча Лукоила в 2018 году Помимо вопросов топливного рынка глава Лукоила затронул тему снижения налоговой нагрузки для месторождений Сейчас правительство проводит эксперимент по введению вместо НДПИ налога на дополнительный доход, НДД, по которому налоговой базой является доход от продажи нефти за вычетом расходов на освоение и транспортировку Мы надеемся на полноценное принятие системы НДД, универсального механизма для всей отрасли, а не лоскутного одеяла различных адресных льгот, существующих сегодня, заявил Вагит Олегперов В Канаде введена новая фискальная система, учитывающая сложность бурения Саудовская Аравия снизила ставку налога на прибыль для нефтяной отрасли с 85% до 50% Для Лукоила переход на НДД является наиболее актуальным, поскольку большая часть добычи в РФ приходится на Западную Сибирь Вагит Олегперов отметил, что без дополнительных стимулов в ближайшие 6 лет выпадающие доходы бюджета от снижения добычи в Западной Сибири при текущих ценах на нефть могут составить 1,5 ТРЛН рубль Дмитрий Козлов Лукоил облегчили добычу в Западной Сибири В апреле Лукоил получил льготу по налогу на добычу полезных ископаемых НДПИ для одного из своих крупнейших растущих активов в Западной Сибири и Милорского месторождения Льгота дана после того, как почти все запасы и Милорского признали трудноизвлекаемыми В 2017 году Лукоил пытался получить льготы для обыводненных месторождений в Западной Сибири, но такой удалось только раз нефти Точно оценить эффект от выданных и Милорскому льгот сложно, но в целом за 15 лет Лукоил может получить от них около 180 миллиардов рублей Читать далее Продолжение следует...